Привет, меня зовут Оксана Силантьева, и я хочу сделать очень краткий обзор такого мультимедийного формата, как интерактивное фото. Покажу несколько примеров и покажу сервисы, с помощью которых вы можете делать проекты в формате мультимедийных фото. Это такой своеобразный мультимедийный плакат, точка входа в какую-то тему. То есть вы собираете, вы аккумулируете материалы, делаете такую тематическую фотографию и просто размещаете кнопки, иконки, которые кликабельны. То есть вот я могу нажать и загрузиться, загрузим видео, где-то мы загрузим тексты и дополнительные ссылки, где-то вот вдохновение и идеи. То есть это такая витрина, такая концентрация информации по одной теме. Вы даете ссылку своим ученикам, студентам, своим читателям, встраиваете это в блог, либо в сайт, где вы даете возможность пользователю кликать самому и эту информацию получать. Но смысл в том, что это содержимое рюкзака мультимедийного журналиста. Что туда входит, реальная история, реальная выгрузка. И вот, собственно, эта интерактивная фотография. Дальше в материале обвязка текстом, интервью с человеком, который занимается, который мобильный репортер. То есть вот таким образом можно показывать, что задержится в каком-то рюкзаке, в какой-то сумке. И можно сделать таким образом, например, рабочий стол с точками, с размеченными, с комментариями человека, который работает. То есть вот такого типа можно делать проекты. Следующее, что у нас здесь есть, это такой большой-большой журналистский лонгрид о том, как затонул Курск. Здесь вот таким образом использован формат интерактивной, на данном случае не фотографии, а иллюстрации, как раз для того, чтобы показать, фактически это совмещенные два формата. С одной стороны, это предмет в разрезе, когда вы видите объект и целиком, и его внутреннее устройство. Но вот оно обогащено еще вот этим принципом интерактивного изображения. Еще один пример интерактивного изображения, интерактивного фото, это вот, смотрите, большая коллекция информации о спикерах, об участниках истории. То есть если бы вы разместили эту всю информацию там в виде отдельных блоков, то это у вас бы заняло, не знаю, там, экрана четыре-то точно. И вы могли потерять внимание своего пользователя. А здесь вы делаете калаш, вы комбинируете эти действующие лица и подписываете каждому из них, подписываете такую справку, интро для того, чтобы погрузить вашего пользователя в историю. Еще один пример. Это пример из театра «Глобус» в Лондоне. Здесь это история про сам, собственно, зал и сцену знаменитую. И здесь тоже это фотография 360 с интерактивными кнопками, с дополнительной информацией, с дополнительными историями, с которыми вы можете познакомиться. Здесь мы имеем дело с гигапикселем, то есть фотографией с очень-очень высоким разрешением. То есть вы можете посмотреть общий план и прям приближать, приближать, приближать вот до канистрочки зелененькой. Или посмотреть что-нибудь еще вот здесь вот. Здесь у нас что-нибудь прям вот людей можно рассмотреть. Но это, собственно, не интерактивное фото, это гигапиксель. Сама фотография. Но в данном конкретном проекте гигапиксель обогащен точкой, на которой вы получаете доступ к видеоистории. И здесь, если в предыдущих примерах мы видели, что точки заметны сразу и вы кликаете по ним, то здесь этот принцип, это принцип Where is Wally? Вам нужно найти эти элементы и затем уже кликнуть, увидев вот такой вот значок, кликнуть на него и посмотреть историю, историю целиком. Это тоже гигапиксель, тоже возможность рассмотреть, кто у нас сидел на трибунах матча. Но здесь дополнен этот гигапиксель вот такой возможностью разметки людей, кто участвовал, кто присутствовал. Люди могут размечать и отмечать не только, что они там были, не только себя, но еще и обозначать, за какую из команд они болели. Таким образом мы можем несколько слоев информации получить и полюбопытствовать, посмотреть вблизи, рассмотреть этих людей и посмотреть, как распределились болельщики по трибунам. Вот такой вот интересный формат, где опять же гигапиксель, то есть получается три формата совмещенные. У нас фотография 360, гигапиксель, что мы можем рассмотреть в мельчайшей детали, плюс интерактивное фото вот в таком воплощении, в такой реализации. Это вот такая совершенно прекрасная фотография, панорама. И здесь тоже есть элементы, то есть она сама по себе ценна и интересна, потому что тоже это совершенно высокое разрешение, то есть вы можете рассмотреть прям вот до такой степени рассмотреть. Эту панораму вот такая, она во всю ширину. Здесь есть вот такой интерактивный элемент, что вы можете пики, кликнув на них, вы можете получить краткую справку по ним. Вот такие вот проекты, где одним из важных элементов, одним из принципов, идей, которая реализована, это, собственно, интерактивное фото. И буквально одна минутка для обзора сервисов, с помощью которых вы можете попробовать сделать свои интерактивные фотографии. Сила медиа. Путешествие по мультимедийным мирам. Соксаной Силантьевой. Фотографии. Я не буду говорить, как ими пользоваться. Это там тема отдельных роликов. Просто обзор сервисов, где этот функционал доступен. Значит, есть сервис Geniali. Здесь есть блок интерактивные изображения, можно сделать. Есть сервис ThinkLink. Он вообще, в принципе, заточен под интерактивные фотографии. И это был его прям профиль. Дальше у нас есть сервис Удоба, где вы добавляете интерактивный контент. И здесь есть интерактивный. Здесь много всякого есть интерактивного. Но вот есть области на изображении, которые вы можете отмечать. Есть сервис Interacti, где есть вот здесь в меню интерактивные изображения. Можете это сделать. И если вы хотите сделать это в Tilde, то в Tilde такая интерактивность делается с помощью анимации в ZeroBlock. И можно посмотреть разные тюториалы, инструкции, как это сделать на том или ином сервисе. Вот такое короткое погружение в формат. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. И я буду делать такие обзоры, такие короткие погружения по 105 мультимедийным форматам, которые входят в мою книгу «105 мультимедийных форматов» от Оксаны Целантьевой. До встречи!